Думаю, что Даг не очень хорошо убивает ходячих, а у тебя семья. Я возьму с собой мотель, меткую Карли, спасу Глена и быстро вернусь сюда. Если ты так хочешь, ну, кто-то же должен. Да, я с тобой. Хорошо, теперь все не так уж и плохо. Дай знать, когда пойдем, мне бы не помешала разминка. А да, у нас появляются новые заботы. Я могу сказать, Глен влип неприятности, может быть, там потом где-то ключи я обнаружу. В общем, давай я сначала радио вставлю в батарейки, и эта батарейка должна подойти к радио. Классно, спасибо. Вот еще одна. Теперь должно заработать. Ну, давай, вставляй. Все еще не работает? Да, я не понимаю, в чем дело. Дай взглянуть на эту штуку. Валяй. Так. Ничего. Так, что у нас сзади? О! Плюсы с минусами перепутала. Отличные. Ты починил его? О, да, это было такое тяжелое... Так тяжело. Наша радиостанция советует вам остаться дома и избегать контакта с подозрительными людьми. Станция работает. Мой продюсер говорит мне, что нам нужно выйти из эфира. Стив. Наша радиостанция желает вам и вашим любимым сил пережить этот кризис. Боже, благослови вас всех. Боже, благослови Соединенные Штаты Америки. Вот так вот. Ну что? Привет, Карли. Ты в порядке? Оно тебя не особо радует. Радио сообщение. Я в порядке. Ты не должна, это больно. Я уверена, что кто-то выбрался. Может, их всех спасли, а может и нет. На шоколадку. Вот, я нашел немного еды. А, спасибо. Пожалуйста. Ты уверен, что твоей девочке это не нашла? Она в норме. Я стараюсь, чтобы она была накормлена и наповнена. Ты хороший нянька. Спасибо. Привет. Готовы идти? Конечно, а ты? Да. Пошли. Черт. Пригнись. О-о-о. Фу. Опасно. Ты это видел? Еще бы. Готовься стрелять. Ребята, блин, как я рад, что вы здесь, а? Боже, Глент. Хорошо, это было несложно. Сможем убраться отсюда, прежде чем кто-нибудь из этих тварей нас заметит? Пока нет. Там, наверху, блокирован выживший. Ни за что мы должны уйти отсюда сейчас же. Слушай, я выбрался сюда, а после я услышал, что из угловой комнаты доносится плач. И кто это? Девушка. Мы разговаривали, но она внезапно испугалась. Я решил войти и помочь ей, но она начала вопить, что я укушен. Я старался убедить ее, что меня не кусали, и тут из леса вышли эти парни. Двое меня чуть не заметили, и я спрятался в ледогенераторе. Повезло. А теперь пошли. Мы не можем просто так ее бросить. Черт, верно, не можем. Парни, вы чокнутые, забудьте про девку. Я спасу ее. С тобой или без тебя. А представь, если бы это была ты. Ладно, давайте выручим из беды подружку Глена. Хорошо, план такой. Мы не знаем, как будет трудно вытащить ее из комнаты. Да, дверь заколочена доской. Ну, значит, придется тут всех убить. Тихо. Шум их привлекает, а сейчас давайте осмотримся. Удачи, когда будешь их тушить. Это не совсем то, что я собираюсь сделать. Так. Пикап мастер. Интересно, есть ли что-нибудь в пикапе? Ну и что ты собираешься с этим делать? Не знаю, если честно, у тебя есть какие-нибудь идеи, как открыть машину? Не без инструментов или с огромным шумом? И ни одного с подушкой. Думаю, я нашел чертовски хороший способ, как тихо убрать этих парней. Теперь нам нужно тихо ее достать. Так, понятно. И как же нам ее достать? Хороший вопрос. Вытащи пушку. Но, шум, просто делай то, что я говорю. Стой прямо позади меня. Это безумие. Да, безумие не то слово. Ну-ка, что у нас внутри? О, сейчас зажигание. Возьмем ее. Не знаю, правда, зачем она нам. Ну ладно. Им так хочется войти в комнату. Да, я уж заметил, дружище. Ну, зажигалка. Свеча зажигания. Ты должен держать ее у себя, пригодится. Так, это нам не надо. Так, чуть не заметили меня. Тише, 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 тише. Оп! Это было круто. Да, это было очень круто. Так, сзади мы еще раз разобрались. Что у нас дальше? Ну что? О! Подожди! Дай мне посмотреть свечу зажигания. Фарфор внутри этих штуковин разбивает окна машин в дребезги. Черт! Тише, 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 тише. Тише, ребята, только не обращайте на меня внимания. Слушайте, чуть не спалился. Ну все, теперь у меня есть отвертка. Отлично. Это может хорошо размазать мозги. Это как раз то, о чем я думал. Фуф, супер. Так, в пикапе. Хотя, помните, там же топор был. Кирпичная стена. Сейчас мы с этим еще, парнем, попробуем разобраться. Тише, 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 тише. Родная моя. Вот и все. Провели небольшую лоботомию. И все осталось поспокойнее. Я буду ждать, чтобы он приближается. Так, оба. Влобешник тебе. Допрыгался, родной. Иди, отдыхай. Так, ну смотрите, мы почти со всеми разобрались. Остался только вот этот. Страшный, страшный черт. Ну тебе мы тоже проведем небольшую экзекуцию. Спекся. Чувак, ты куда оружие делал? В этого окоченевшего урода. Ха, ни хера себе. Круто. Теперь у нас есть это. Вы закончили? Да. Теперь у меня есть топор. Еще двое. Это должно помочь. Ну что, погнали наверх? Сейчас кому-то будет очень больно. Лучше встаньте за мной. Вдруг здесь начнется ад. Ладно. Мы прямо за тобой. Погнали. Ну что, родные мои, пойдем в атаку? Тише, 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 тише. Супррайз, мотовер. На, нахер. Домой. К зомби-богам. И ты домой. Вот так вот. Круто. Ну что, девчонка, мы пришли за тобой. О, да, доска тебя явно спасет. Эй, эй, там, привет. Мы здесь, чтобы помочь тебе. Прошу, просто уйдите. Идемте, ребята. Минуту. Если вы откроете, то мы сможем отвезти вас куда-нибудь в безопасное место. Хорошо, не надо, она в беде. Мисс, мы заходим. Ты, наверное, сначала хочешь разрубить доску, да? А, черт, опять тупанул. Сори, сори, сори. Ты, наверное, хочешь разрубить эту доску сначала. Что-то я вообще уже начинаю штырить. Вот так вот, давай. Раз, разрубил, и теперь пора. Теперь пора врываться. Хватит, прекратите, я выхожу. Ну, выходи. Она ранена. О, боже, я же сказала, не приближайтесь. Мы должны помочь тебе. Уже слишком поздно. Ребята, ее укусили. Что? Я же вам говорила, я же сказала, убирайтесь, меня укусили. Но вы не ушли. Давай-ка успокойся. Может, с тобой все хорошо будет. У меня уже ничего хорошего не будет. Моего парня укусили. Ты слабеешь, умираешь, потом воскресаешь и убиваешь всех, кто на глаза попадется. У тебя есть парень? Блин, я не хочу такого. Это не по-христиански. Прошу, просто оставьте меня. Уходите, пожалуйста. Пошли с нами, и мы найдем, чем тебе помочь. У тебя есть пистолет. Ну и? Могу я его взять? Ага, конечно. Дай мне. Я могу только так, знаешь ли, покончить с этим. Тогда... Тогда уже не будет проблем. Эй-эй-эй-эй, прошу. Я не хочу быть одной из них. Они... Они словно из ада. Мы не можем тебе позволить с собой так поступить. Нам нужно идти. Дай мне пистолет, умоляю тебя. Это безумие. Шаг назад, пожалуйста. Да это только на пару секунд. Всего лишь пуля, и я смогу быть рядом с моей семьей, и все закончится хорошо. Мисс, назад. Тупая пи... Молчу. Я молчу. Эй, полегче. Мы же просто хотим помочь. Вы не можете. Мисс, надо просто успокоиться. Тебе надо додуматься. Мы найдем тебе врача, все будет хорошо. Просто давай. Нет, 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 нет. Вы не можете. Ну и хрен с тобой, блин. Только патроны зря мы профукала. Тупая бобина. Давайте убираться отсюда. Да. Чуть еще и зомбаков на себе дерьмо. Они идут. Залазь. Блин, еще и зомбаков на себя прыгнул, а? Все в порядке? Да, мы рисковали, но Гленн в порядке. И... В общем, да, мы, мы в порядке. У меня есть несколько канистр с бензином для твоего пикапа. Рад слышать. А тут что? Все тихо. Наш друг еще нуждается в лекарстве, и он умрет, если продолжит нервничать. Теперь нужно забрать таблетки из аптеки. Да. Да пусть сдохнет, а? Так, ну, я по-прежнему не могу найти ключи, понимаете? Давайте отдадим ей батончик. Тут немного, но... Вот, ты уверен? Да, у тебя небольшой стресс. Спасибо, это действительно мило. Не стоит благодарности. Где ключи, ребята? Милая, попробуй немного отдохнуть. Как там ведь эти твари? Блин, а где ключи? Где ключи? Карли. Глен, ты как? Сам знаешь. Про то, что было в мотеле. Как все так резко поплохело. Знаешь, когда все вокруг меняется, люди делают дикие вещи. Наверное, но... Я, я никогда не сдаюсь. Молодец, молодец. Думаю, ей действительно был нужен за пистоли. Типа того. Почему ты просто не сказал Карли отдать ей его? Ты бы хотел дать его ей? Не, за что. Тогда ты знаешь, почему. Глен, а какая у тебя история? Я был разносчиком пиццы, пару раз заставляя Левертом. Извиняюсь, в смысле... Ребятам, которые владели этим местом. Хорошие были люди. Херово видеть это место таким. Да, истинно глаголишь. Каков твой следующий шаг? Я... Не знаю. В смысле, вы вроде ребята ничего. А что нашли твоей семьи? Я... Забей, чувак. Это твое личное дело. Ненавижу чувствовать себя бессильным. Я тебя понимаю, мужик. Попробуй отдохнуть. Ха, верно. Понятно. Все понятно. Ну ладно, отправляемся в апсеку. Блин, я просто не знаю, где... Искать... Ключи. И снова... Офис. Слушайте, у меня же есть топор. Точно. Я могу топором разрубить. Вот так вот это будет. Зачем мне ключи? Да и вообще, на самый крайний случай у нас был пистолет, друзья мои. Что же вы тупите-то так? Пытаться стоило. Думаю, нужны ключи. Чувак, у тебя есть пистолет. Эта дверь ведет в аптеку. Там мы сможем найти таблетки для Ларри. А это я уже понял. Только где? Чертовы ключи. Здесь их нет. Здесь их нет. Тут их тоже нет. Здесь их по мини нет. Ты как? Хорошо. Как твой пальчик? Нормально. Спасибо, что перевязал. Хорошо. Пойду осмотрюсь. Ладно, друзья, на этом мы, наверное, закончим нашу пятую серию. С вами был Диодант. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте. Ждите новых выпусков. Всем пока-пока.